На носу весна. Сельхозпроизводители готовятся к весеннеполевым работам, но в отдельных областях можно сказать, что они уже стартовали. Между тем, Тюрку Кенеш на этой неделе включил свою повестку в вопрос о подготовке к весенней кампании и заслушал отчет правительства. Парламентарии инициировали обсуждение для того, чтобы к началу работ свести к минимуму вопросы, стоящие перед фермерами. Нардепы заслушали информацию о выдаче кредитов, лизинготехники и будут ли сельхозпроизводители обеспечены ГСМ в достаточной мере. По итогам заседания депутаты одобрили отчет с учетом мнений и предложений. Подробно о подготовке к весеннеполевым работам расскажет Дюбек Копорбекова. Фермер из села Сузак Джалабадской области Хасимджан Мойдунов говорит на носу весеннеполевые работы. Подготовка идет полным ходом. По своему многолетнему опыту он знает, необходимо подготовить землю. Оттого и чистит ее от сорняков, прощупывает почву. Свои 70 соток земли он планирует засеять пшеницей, как делал это и в предыдущие годы. Еще неделю будем всей семьей готовить землю для посева. После начнем посев. Ожидаем к осени хороший урожай. Думаем взять кредит. Было бы хорошо, если процентные ставки были бы еще ниже. То, чего фермеры просили еще в прошлом году, сбылось увеличить суммы кредитов, либо же продлить сроки выплат. Правительство намерено выдавать кредиты по новым, более облегченным условиям. Эта мера увеличит урожайность сельхозугодий и число скота уверены в Кабмине. Если раньше льготные кредиты выдавались на два года, то в этом году будут выданы субсидированные кредиты на три года по 10% годовых с шестимесячными каникулами. На этот период секторы животноводства и растениеводства полностью освобождаются от уплаты взносов по основной сумме задолженности. Также будут выдаваться льготные кредиты по линии Российско-Кыргызского фонда развития сроком на пять лет по 12% годовых с каникулами на один год. К тому же теперь сельхозпроизводители смогут получить кредиты до 100 тысяч сомов без обязательного залога. Этот пункт фермеры называют хорошей возможностью начать бизнес с нуля. Эти небольшие кредиты до 100 тысяч сомов, они рассчитаны именно на тех сельских жителей, которые имеют небольшие хозяйства, которые испытывают трудности с предоставлением залога, которые некоторые из них хотят, допустим, только начинать свой сельскохозяйственный бизнес. Но выдача таких кредитов возможна при обязательном выполнении условия по рекомендации со стороны Совета старейшин села. В филиалах банков, которые выдают льготные кредиты фермерам, очереди явление вполне нормальное. Потому как заявок поступает в два с половиной раза больше заявленной суммы. В основном фермеры просят средства на животноводство. Максимально на этот сектор выделяется 3 миллиона сомов. Среди тех, кто уже воспользовался таким видом льготного кредитования, Данияр Шарипов говорит, что разведением скота занимается уже 4 года. За это время он увеличил поголовье в разы, чему безмерно рад. В первый раз подавал заявку в Аилбанк на 2,5 миллиона сомов. Сумму уже полностью погасил. Сейчас пришел за вторым кредитом. Начинал я свой бизнес всего с трех коров. Сейчас же у меня 15 лошадей, 25 коров и 40 овец. Прибыль получаю за счет сбыта молока. С одной коровы по 20 литров в день. Также в сезон продаем мясо. Кредиты, выдаваемые правительством, очень помогают. И сумма льготных кредитов будет расти. Как заявил на заседании Джоргу Кенеша премьер-министр Тиммерсариев, отчитываясь о подготовке к весенне-полевым работам, в этом году сумма выдаваемых кредитов увеличится в 2-3 раза. Планируется, что в текущем году сумма выдаваемых кредитов достигнет 12 миллиардов сомов. Кредиты, выдаваемые для развития сельского хозяйства, должны быть доступными. В 2015 году около 10 тысячам субъектам было выдано льготных кредитов на сумму 3,8 миллиардов сомов. По данным Минфина на сегодня, для участия в реализации проекта финансирования сельского хозяйства 4 дали подтверждение 5 коммерческих банков с общим объемом кредитования пока на 2 миллиарда 700 миллионов сомов. Аилбанк – 1 миллиард 200 миллионов сомов. РСК-банк – 1 миллиард сомов. Киай-Сиби – 300 миллионов. Кыргызстан – 100 миллионов. И Бакай-банк – 100 миллионов сомов. Как заявили в правительстве и банках, в приоритете запросы на переработку сельскохозяйственной продукции и строительство теплиц. В среднем на это выделяется от 1 до 5 миллионов сомов. В прошлом году за счет средств ФСХ-3 прошлогодних и за счет средств Крыско-Российского фонда в общем профинансировали около 40 с лишним теплиц на общую сумму порядка 56 миллионов сомов. То уже буквально за 2 месяца текущего года поступило к нам около 60 заявок. Это связано с тем, что мы видим большой потенциал в этом направлении, поскольку тепличный бизнес очень высокорентабельный. К примеру, эта теплица в Нарынской области была построена на средства из Крыско-Российского фонда развития. Почти полгода Джиргалбих Нураев посвятил созданию нового для этих мест дела. Многие скептики населения не верили задумкам односельчанина. Они твердили ему, что в Высокогоре невозможно выращивать овощи. Однако результат налицо. Фермер уже собирает первый урожай. Все жители села довольны. Мы им реализуем овощи на 50 сомов дешевле, чем на рынке. К нам за продуктами приезжают, когда торжества проходят, и в любое время суток. Теплицы – высокодоходный бизнес, и правительство намерено и далее финансировать эту отрасль. На сегодняшний день по республике построено 742 теплицы, которые расположены на 160 гектарах площади. Впереди запланировано построить еще около 1000 теплиц. Нужно отметить, что посредством применения новых технологий доходы крестьян растут. К примеру, в Карасуйском районе доход от теплицы составляет около 5 миллионов сомов. При этом только половина – это расходы на ее содержание и приобретение рассады. Что касается техники в лизинг, здесь тоже предусмотрено облегчение. Не нужно теперь вносить первоначальный взнос в 30%. Хватит лишь 10. А это значит, что отныне почти каждый фермер сможет позволить себе купить нужную ему технику на самых выгодных условиях. Опытный агроном Николай Хрипач успел уже полностью сменить за счет лизинга старые тракторы и комбайны на новые, в основном белорусского производства. Он признается, что за счет увеличения числа техники смог увеличить и урожайность своих земель. Старое ломается, много денег уходит на запчасти и много отнимает времени. Сегодня мы уже получили трактор МТЗ-892, два культиватора получили. И значит, наверное, будет где-то в течение двух-трех дней мы получим еще сейв. В лизинг выдают и такую новую современную технику. Специалисты уверены, что ее использование поможет не только вовремя собрать урожай, спахать поле, но и сэкономить на топливе и рабочей силе. К примеру, этот немецкий комбайн по эффективности работы может заменить 10 старых. Однако и стоит он немалых денег. Его можно купить за 150 тысяч евро. Потому сейчас действует очень хорошая программа через коммерческие банки. Фермеры смогут получить эту технику под лизинг. Между тем, в Метельхозе делают свои прогнозы. Они советуют в этом году засеять больше земель овощами. В этом году мы планируем сахарное свекло в основном Чуйской области и по Таласской области. Мы запланировали по Таласской области тысячи гектаров. Они, фермеры, планируют тысячи триста пятьдесят четыре гектара. А по Чуйской области мы запланировали пять тысяч гектаров в прошлом году. А в этом году восемь с половиной тысячи. В прошлом году, 20 ноября, открылась граница. И нам есть возможность продавать свою продукцию в соседнем республике. То есть в Казахстане и в России. Что касается обеспечения фермеров ГСМ, то в Минсельхозе заявили, что на весенние полевые работы необходимо 40,5 тысяч тонн горючего. Запасов достаточно. К тому же цены в этом году дешевле относительно прошлого на 3-4 сома. Эта тенденция сохранится. В достаточном объеме и поливная вода. В целом, как заверил Кабмин, все условия для проведения качественной весенней посевной компании есть. Соответственно, это хороший урожай, отечественный продукт на внутреннем рынке. И еще, что немаловажно, это развитие экспортного потенциала страны.